Всем любителям настольных игр привет! Я Грейвулф и вы на канале iPlaySolo. Я продолжаю играть в Xeer Огни Покинутой Звезды. У нас черед ходить у Шары Бэй. Шара Бэй у нас находится на килне в печи и она загрузится сейчас оружием в соответствии со своей сделкой. Она получила неотслеживаемое письмо, в котором говорится, что кто-то скупает оружие на Дреллмоте и готов заплатить кругленькую сумму за доставку он его. Поэтому мы сейчас загрузим себе бластер. У нас здесь возможность бластер загрузить. Мы загрузим бластер второго уровня на наш корабль и вылетим в Дреллмот. У нас по-прежнему продолжается гонка. Второй раунд она будет продолжаться. Один раунд у нас уже завершён. И ещё раз прочитав её условия, мы должны за один ход посетить максимальное количество уникальных Мишн Пойнтов. А это значит, что у нас они не будут аккумулироваться. То есть это, считайте, была первая попытка в первый ход и сейчас у каждого будет вторая попытка. То есть нам надо, например, Шаре Бейн нужно постараться пройти четыре точки, потому что если она пройдёт две или три, это ей ситуацию, это у неё не изменит. У неё будет по-прежнему три максимальное количество Мишн Пойнтов уникальных, которые она сделала в один ход. Активируем наш двигатель Д12. И это всего лишь жалкая единица. Да, это, конечно, жёстко. Мы вылетаем с Килна и давайте прилетаем вот сюда. Да. Да, это был, наверное, самый худший возможный бросок. Бросаем ещё раз. Да вы смеётесь надо мной. Два. Раз, два. Хорошо, тогда сейчас мы активируем импульс. Это у нас будет три. И мы посетили уникальную точку. Четыре. Мы отправляемся в Expedior Gate. И ещё раз мы активируем двигатель. Ну, четыре. Но это вообще ни о чём. Мы прилетаем сюда. Раз. В принципе, можно уже не тратиться на вторую, потому что всё равно в этот ход у меня был план здесь точку взять, здесь точку взять, здесь точку взять и здесь точку взять. И это было бы четыре. С такими бросками, собственно, у нас этого совершенно не получается. Поэтому можно попытаться напрямую лететь. Раз, два, три и четыре. И посмотрим, не будет ли у нас проблем с энергией в небе ли. А у нас там есть проблема. Это восемь. Хорошо, что у нас есть щит, который максимум нам может дать шесть. А это значит, что мы потеряем две энергии. Раз, два. Жуткий, конечно, был ход. Ух. Шары Бэй какой-то абсолютно беспонтовый. Вообще ничего за ход не сделали. Ну, и два таких броска. Скорость 1 и скорость 2. Да, это, конечно, жёстко. Кстати, поскольку мы здесь остановились, мы всосали в себя вот этот Hollow Cube. А мы его можем даже вот сюда погрузить. И всё, на этом ход наш закончился. Теперь скаундрель, негодяй наш. Негодяй будет атаковать находящийся к нему ближе всего торговый корабль. Он будет атаковать Д-8. А торговый корабль у нас защищается тоже, кстати, Д-8. Атака 1, защита 7. Не повезло ему. При этом он плюнул и улетел. Раз, два, три. Ну, скажем, три. Он вернулся на планету ненависть. Хотя мы его всеми возвращали. Давайте здесь оставим его. Не знаю, мы его возвращаем. Не говорится, куда он должен конкретно, на какую точку вернуться. Но вернулся сюда и вернулся. Сидон и Тано. У нас раз, два, три, четыре. Мы зарядим все наши маркеры. И Сидон и Тано сначала активируют свой импульсный двигатель для того, чтобы раз и два долететь до точки миссии Ференскол. И там как раз он доставит деньги мафии. Ну, и ему, собственно, все эти деньги ему скажут. Молодец, ты послужил нам хорошо. Можешь себе это оставить. Нам главное было, чтобы ты поручил этого выскочку Элло Эсте. Ты это сделал. Молодец. Награда твоя. Но в результате мы тоже получаем еще одну тысячу за нашу голову назначают. Это, конечно, власти узнали о том, что мы напали и подорвали корабль беззащитного Элло Эсте в рамках заказного, можно сказать, убийства или нападения. Поэтому еще одна тысяченка. Кстати, а сколько у нас уже здесь? Три, четыре. Нам нужна еще пять. И мы сможем получить вот этот титул Most Wanted. Миссию мы сдаем. Получаем очко Слава. Девятое. Пумс. И можем взять еще три карты с миссиями. Выбрать себе какую-нибудь одну. Тут у нас есть два Research. Кстати, они в принципе подходят, потому что мы пират-исследователь. И Smuggler. Не помню. По моим условиям Smuggler перевозка контрабанды в действия злого пирата не входит. Исследование входит, а вот перевозка контрабанды нет. Поэтому посмотрим на две вот эти карты. Пока что оставим себе одну вот эту миссию, но не факт, что мы ее будем выполнять. Здесь нам дали задание найти какие-то редкие газы в горящий в небе или горящий конь или лошадь и доставить это все дело в Нео-Дамаскос. В принципе, это удобно. Вон у нас горящая лошадь и соседняя система это Нео-Дамаскос. Мы, правда, пока далеко от этого и посмотрим, может быть, мы еще посетим парочку интересных точек миссий. И посмотрим, может быть, там еще будут более интересные для нас миссии в картах. Но на самом деле, я думаю, что мы сейчас это сделать с вами попробуем. Знаете, почему? А потому что нам, в принципе, это по пути. Мы можем попробовать поучаствовать в гонке и даже победить. У нас с вами есть уже одна точка, которую мы посетили. Теперь весь вопрос будет в том, как мы сейчас будем кидать кубы. У нас, конечно, корабль весь изранен. Но ничего, мы постараемся. Если будем кидать так же, как Шар-Бэй, то у нас... Что это такое? Два. Ну да, если так, то это все будет достаточно печально. Мы раз-два летим. Кстати, у нас еще ход оставался от этого импульса. То есть, это получается три сюда. Ну, давайте попробуем автор Бернера применить, кстати, тогда. Попробуем его. Четырнадцать. Четырнадцать тогда у нас сколько прибавляет? Пять прибавляет. Хорошо. Тогда раз-два-три. Вторая точка миссии. И возьмем еще три карты. Или даже три карты брать не будем, потому что тогда уж я выполню эту исследовательскую миссию все равно. Да. Больше двух миссий у меня не может быть. А, соответственно, я пока карты тратить эти как бы не буду. Четыре. Пять. И мы помним, что у нас Сидон Этана летает через небылое вообще без каких-либо проблем, потому что он у нас выживший. Так. Ну что же, у нас есть еще две возможности. Надо получше бросить. Давай, Сидон. Пять. Это у нас пять. Раз-два. И это у нас третья точка миссии. Четыре. Пять. И последний у нас возможный бросок с вами. Это... Упс. Это двенадцать. В принципе, этого больше, чем достаточно, потому что раз-два. И это наша четвертая точка миссии. То есть мы с вами прошли четыре. А пока что у нас лидер Шара Бэй прошла три. То есть мы уже точно выиграли у Шара. Положим сюда четыре маркера, означающие, что мы посетили четыре точки. Конечно, можно было сейчас с таким ходом еще отправиться на Нео-Дамаскус и получить пятую. Но мне нужно прервать... Да, необходимо будет прервать свой ход, чтобы выполнить условия этой миссии. Не буду я сейчас лететь на Нео-Дамаскус. Я хочу выполнить здесь миссию. Нам нужно бросить Д-20. И это всего лишь два. Лучше бы мы миссию прервали. Мы ничего интересного не нашли. Всего лишь тысячу. Положим тысячу сюда. И, к сожалению, на этом свой ход заканчиваем. Да, не очень удачная концовка. И дальше двигаться я не могу. Весь этот... Всю эту скорость мы потеряли, потому что там мы остановились на сбор газов. И сейчас у нас будет двигаться наш торговец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Он у нас летит в сторону Лунари. А вы знаете, Луэсти у нас решает не принимать участие в гонке. У него, во-первых, кораблик с таким двигателем, что смысла никакого нет. Плюс ему нужно обязательно продать Эмбер. Вот эти вот угли, угольки новой галактики. Или системы, или звезды, Нир и так далее. Ну, какой-то новый ресурс. Ему еще нужно найти место, где продать ему кибертехнологии. А у нас такого места вообще нет. Мы можем купить кибертехнологии на Лунаре. Но нам их негде совершенно продавать. Поэтому мы не забываем, что Элла у нас в первую очередь торговец. Во вторую очередь он исследователь. Он попытается найти систему, в которой он сможет продать кибертехнологии, которые он получил. Поэтому первым делом мы активируем импульс у него. Четыре движения. Раз, два, три. И мы тратим единичку энергии для того, чтобы здесь просканировать систему. К сожалению, для Шары Бэй, потому что ей придется потесниться со стола. И, наконец-то, мы открываем новую систему. Бум! А это у нас Дельтус Гейт. Хуже быть не может, когда две двое врат находятся вплотную друг к другу. Смысла в этом, конечно, никакого нет. Да, ну что делать? Нам нужно будет разместить ее вот этим куличком сюда и каким-то образом пододвинуть шару. Врата Дельтус были первыми открытыми вратами. В то время подобного устройства еще никто не видел. Их предназначение оставалось тайной годами. Многие верили, что это был священный символ, символ веры. Другие думали о том, как бы использовать его очевидную силу для своей экономической выгоды. Загадку разрешил отважный капитан, отважившийся пройти через брулящий в вортекс врат. Прошло три года, прежде чем его снова увидели, сошедшего с ума от долгого одинокого путешествия домой. Но когда расшифровали бортовые журналы его корабля, то наконец осознали всю мощь и назначение врат. Мне нужно закончить ход на Килне, но вначале я бы хотел проверить, может быть здесь будет какая-то интересная система. Давайте посмотрим в зависимости от броска. Мы попытаемся активировать наш с вами слабенький двигателек. И это три, да? Опасно, опасно. Нет, не буду этого делать, могу не успеть долететь обратно до Килна. Или давайте сделаем как? Мы раз, два, поскольку у нас там три выпало, здесь четыре, мы вернулись к вратам Самара. И это мы сделали для того, чтобы мы в первый раз прошли через эти врата и заработали очко славы. И теперь у нас есть еще два возможных хода для того, чтобы попытаться добраться до Килна. Будем надеяться, что броски будут нормальными. Шесть, отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не хватало, не хватает как раз одного, одной скоростюшечки. И вот еще одна шестерка. Бамс, и мы приземляемся на Килн. И приземляемся на поле, где можно продать Эмбер за две тысячи. Правда, это, конечно, нам много денег не даст, поскольку мы сразу же должны будем одну тысячу заплатить мобстерам, бандитам. Поскольку они у нас там властвуют сейчас в печи, мы должны им тысячу заплатить. А, соответственно, получим только тысячу. Получили тысячу. И сейчас, я думаю, что мы не будем ремонтировать этот корабль. А я думаю, что пришла пора Элла Эсти купить себе новый звездолет. Подобрали мы, друзья, корабль нашему Эллу Эсти. И я думаю, что мы ему подобрали то, что нужно. Опять же, я выбирал по истории корабля. Мне кажется, что когда у нас молодой парень с таким количеством бабла немеренного, то, конечно, он должен был купить что-то определенно особенное. И он приобрел себе Гайден. Гайден – это корабль модели КСИП. У вас действительно проблемы с жаждой скорости. Вы увидели ее в демонстрационном зале дилерства Ролтера и сразу же без вопросов отсчитали за нее деньги. Модель КСИП создана для того, чтобы раздвинуть пределы возможности человека и машины. Оснащенная специальной матрицей гравитационного потока, позволяющей бросать вызов физике и выполнять немыслимые маневры в космосе. У вас есть планы на всю эту маневренность и ловкость. Большие планы. Вот она наша ласточка. Будем считать, что это очень красивый и эффектный пепелац. Ну, по крайней мере, он должен быть таким. Должен быть также он супер дорогим. И его способность – это уклонительные какие-то ускорители. То есть мы, когда пытаемся защититься от урона, мы можем потратить 2 энергии и бросить кубик. И можем здесь попробовать уклониться от урона. Вот так-то. Вот такой корабль. И смотрите, естественно, это Элло Эсти с баблом. Мы купили не только корабль, но мы на него установили кучу всего. Практически, можно сказать, всего самого лучшего. Во-первых, мы установили лучший Бестион Щилд, лучший Щит. Мы установили не совсем лучший, но более мощный двигатель – 8. И к нему мы установили присадку гравитационных стабилизаторов, которые позволят нам габроску с использованием этого двигателя прибавлять все время двойку. Это не может превысить максимальную скорость этого двигателя. То есть 8 у нас будет максимум. Но если мы выбросили 6, у нас будет 8. Выбросили 2, у нас 4. И так далее. Выбросили 7, у нас будет 8. Также мы поставили присадку для, вернее, увеличения емкости наших отсеков. Потому что все-таки надо не забывать, что мы торговцы. И поставили вот такой вот модуль. И поставили модуль броню дополнительную. Потому что мы знаем, что есть в этом мире злые люди, которые могут попробовать нас уничтожить. Но теперь у нас мощный Щит и дополнительная броня. Сколько это все удовольствие нам стоило? 5 тысяч за корабль. 2 тысячи за двигатель. 7. 3 тысячи за Щит. 10. 1 тысячу за модификацию. 11. 1 тысячу за модификацию. 12. И 1 тысячу за модификацию. 13 тысяч. При этом наш старенький Щит и двигатель мы можем продать за косарь каждый. Представляете себе? Так вот по правилам. То есть мы продаем с округлением вдвое меньше с округлением вверх. Но это значит, что первые тиры, и это написано в правилах, продаются за свою номинальную стоимость. То есть 2 тысячи у нас уже есть. Нам нужно с вами 11 отсчитать. И вот у нас как раз 10 и 11. Даже если бы мы не продали, нам бы хватило. А так у нас еще 2 тысяченки остаются. И Элло Эсти у нас получает очко славы за покупку корабля второго уровня. На этом у нас кончается раунд. А значит вот мы возьмем кристаллик Элло Эсти, положим на гран-при. У нас завершилось гран-при. И теперь что у нас получается? У нас с вами первое место получает 2 очка славы. Это кстати круто. И 2 очка славы у нас с 4 кристалликами получает с вами Сидон Итана. Это 1 и 2. Второе место что у нас получает? Второе место у нас получает 1 очко славы. И второе место с 3 кристалликами славы это Шара Бэй. И Шара Бэй получает 1 очко славы. бумс. И третье место у нас получается с вами всего лишь тысячу монет. Ну, хоть что-то, учитывая, что мы вообще не гонялись в гонке. Но если бы мы вообще не гонялись, мы бы ему ничего не дали. А так у него, помните, был один кристаллик. И поэтому Элоэсти тоже заработал у нас тысячоночку. И на этом раунд завершен. Кстати, я забыл у нас кинуть кубик для печи. Раз-два, когда на нее приземлился наш Элоэсти. Ну что же, у нас Шара Бэй. У нее мы должны были перезарядить все ее маркеры, как обычно. В конце хода это делается по правилам на самом-то деле. Раз-два, три-четыре. И мы все четыре маркера у нее перезаряжаем. Попытаемся использовать наш вроде как бы крутой двигатель, который что-то у нас чихал и кашлял в прошлый раз. Четыре. Это не супер прямо много. Раз-два-три-четыре. Ну хорошо, здесь мы используем импульс-два. И раз-два мы с вами долетели до точки миссии в Дрел Монте. И мы можем продать оружие. Это у нас бластер второго уровня мы сюда привезли. Вот такую вот здоровенную махину. И получим за это пять тысяч и тысячу за нашу голову награду. Пять тысяч в нашу копилку, тысячу за голову. И естественно мы получим очко славы. Бам! Там у нас сейчас титул новый появится. Очко славы мы получили вот, потому что здесь так написано. Доставили очередное оружие. Отлично. И какой у нас с вами будет новый титул коллектор. Только скорее коллекционер, потому что мы должны с вами не покупая в Smuggler's Den, не покупая в логове контрабандистов иметь у себя в запасе пять кубов разного типа. Понятно. Это наверное будет сложно. Смотрите сколько у нас уже карт здесь накопилось. Но условий много, но вроде бы пока что я держу их все в голове. Там у нас мастер на все руки. Кстати это еще никто не получил. Most Wanted к этому близок у нас Сидон и Тана. Коллекционер не знаю, вряд ли. Ну а Signs of Life, Mob Rule и Martial Law. Martial Law у нас остается только на два хода инфорсера, который до сих пор не появился, поскольку мы не нашли Кемплар 2. Ну а эти две у нас останутся в игре до конца игры. Коли уж мы с вами на миссии, давайте мы возьмем три карты с миссиями и посмотрим, может быть будет что-то интересное. Так, исследования я думаю можно, а вот эти две по-моему не для Шары Бэй. А все три вообще не для нее, потому что она у нас все-таки торговец и рабочий, а не торговец и исследователь, как собственно планировалось в самом начале игры. Поэтому все три не в ее списке, она не может воспользоваться этими миссиями, мы даже их соответственно читать не будем. Ну что ж, тогда нам нужно недалеко слетать, по крайней мере пока это 12. Но эти 12 нам особо не помогут, потому что мы здесь движение прекратим и попробуем найти реликвию на этой планете, заброшенной, вернее в этом мертвом мире. И реликвия у нас это больше 11, а это всего лишь 6. Это значит, что мы получаем с вами 6 урона холодом. И давайте как раз попробуем применить наш абсорбирующий щит один раз впервые нашего кориака. Мы можем его активировать прежде, чем мы потратим заряженные маркеры. Вот эти вот заряженные маркеры. А как мы это сделаем? Мы бросим сейчас с вами D20 и здесь 4 и 4 ничего не происходит. Да, это не очень хорошо. Тогда нам придется активировать щит, на максимум на 6 и мы получается 6 А сколько мы выбросили? У нас там было 6? Подождите, я забыл, я забыл, что у нас здесь было. Да, там мы выбросили 6, у нас значит получается 6 на 6, урона мы не получаем. Но вот второй раз я бросать боюсь, потому что у меня остается только один заряд. Я хотел на самом деле этот заряд потратить на движение. Даже бросать кубик не нужно, потому что я хотел вернуться всего лишь на единицу назад и попробовать вот найти вот эти признаки жизни. Когда мы заканчиваем наше движение на поле миссии на мертвой планете, мы можем попробовать кинуть до 20 и нам нужно выбросить больше 16. Ну, вдруг у нас получится. Давай. 19. Бам! Есть! Жаль, не 20, потому что тогда бы мы вообще получили с вами дополнительные очки славы. Итак, что у нас здесь получается? Мы получаем два очка славы и находим символ, находим признаки жизни. А это значит, что мы можем теперь проводить там бизнес-фазу. Представляете себе? То есть мы нашли жизнь и собственно можно представить, что мы либо сообщили это в соответствующие инстанции и туда прилетели и образовали колонию, либо мы нашли действующую колонию каких-то существ, которыми мы можем торговать. Так или иначе, но это круто, мы с вами раз, два, получаем два очка. Вау! Еще одно! И Шара Бэй по измененным мной правилам у нас победит. Как интересно, как интересно. И у нас появляется 13, появляется карта с событием новая. Тунс. Это у нас лоялти, преданность или верность. Здесь мы можем, как только эта карта появилась у нас бросаем 20. Так, давайте Д20 бросим сразу. Это у нас 10. Что у нас происходит? Все нейтральные планеты теперь считаются у нас планетами вне закона. То есть, у нас теперь не у Дамаска, у нас пока это единственная нейтральная планета, она у нас будет находиться вне закона. И эта карта никогда не уходит, никогда не уходит из игры. Очередная карта, то есть, у нас теперь будет больше незаконных планет, чем законных. По крайней мере, сейчас-то точно. У нас одна законная, и вон раз незаконная, два незаконная, теперь три незаконная, четыре незаконная. У нас здесь просто рассадник какого-то бандитизма и организованной преступности, понимаешь ли. У Шары Бейн начинается бизнес-фаза, и поскольку теперь мы нашли там признаки жизни, и у нас может там быть бизнес-фаза, мы можем спокойно здесь перезарядить всю свою энергию бесплатно. там оказалось у нас не просто признаки жизни, а цивилизация, понимаешь ли, мы там нашли цивилизацию, или туда прилетели ученые, не, они бы так быстро там не оказались, поэтому, конечно, мы там нашли просто какое-то поселение, нас там подзарядили и все дела, и мы еще здесь, мы можем в бизнес-фазе менять как угодно все наше оснащение в корабле, и мы с вами это сделаем. Мы вот это вот поставим, например, по крайней мере, пока, я думаю, что мы поставим сюда, вот так вот, и мы с вами купим новую присадку М-Комп, мы с вами продадим наш щит и купим щит покруче, мы купим щит Зулу-2, на него, естественно, мы установим нашу энергетическую и environmental окружающие среды присадочку, это мы продаем за тысячу, здесь мы купили за две, то есть это тысяча, еще одна тысяча, две, нам нужно всего лишь две тысячи заплатить, у нас есть пять, три тысячи сдачи, это не наши три тысячи сдачи, а вот эту, куда же ее загрузить-то, ее загрузить, если мы загрузим сюда, мы уже больше бластер крутой не возьмем, ай-яй-яй, нет, вы знаете, что я, наверное, вместо него поставлю себе еще один щит для О или От окружающей среды, вообще, М-Комп позволяет нам, вот здесь написано плюс две, плюс две активные миссии иметь в запасе, это было бы очень, конечно, удобно, но если честно, я рассчитываю, что мы, может быть, еще подберем пару миссий для перевоза какого-нибудь оружия, и мне тогда нужно будет это свободное место на корабле, а сюда мы грузить его не можем, здесь могут быть только грузы либо реликвии, и все. На этом ход шарбы и заканчивается, у нас Сидон Итана, он может зарядить свои три маркера, раз, два, три, но я думаю, что ему нужно разбираться с этим уроном, возвращаться на планету, сдавать задания, получать новое, поэтому мы активируем наш Двиган Д12, понимаешь ли, здесь у нас десять, хорошо, это раз, два, три, четыре, пять, у нас это теперь внезаконная планета, но она и раньше была нейтральной, поэтому он мог спокойно на нее прилетать, ну а сейчас она вообще внезакона, поэтому он может здесь делать все, что ему благорассудится, и я думаю, что мы сразу, к сожалению, для него ход закончим, потому что нам нужно полностью восстановиться, вернее, давайте так, сначала мы сдадим миссию, во-первых, да, то есть мы получаем вот эту вот тысячу, и получаем очко славы, это у нас получается 12 очко славы, бам, миссию мы сдаем, а поскольку мы на месте миссии, мы можем взять три карты и будем надеяться, что нам повезет, да, вот эти две мы можем использовать. Ни одно задание мне не нравится, но это наиболее, мне кажется, подходящее для нас сейчас, потому что все здесь открыто, и самое главное, что здесь цель это второй игрок справа, а если мы будем так смотреть, то это второй игрок справа будет у нас получается Шара Бэй, я так понимаю, в любом случае, потому что у нас здесь круг, поэтому второй игрок справа это она, и нас здесь попросили кое-что у нее выкрыть, кое-что, что для человека, который нас просит это сделать, для него является определенным сентиментом, то есть что-то там кто-то не поделил Шарой Бэй, может быть какой-нибудь знаете там оставленный ей в дураках делец, или может быть бывший возлюбленный, непонятно что и как, но в общем хочет, чтобы мы кое-что у нее выкрали, то есть нам надо к ней подлететь, бросить до 20, а потом доставить посылочку на Лоуэр Стратус, вообще друзья, я подумал, что сейчас нам нельзя здесь оставаться, если бы мы играли до 20 очков, то да, можно было бы еще подумать, а сейчас мы играем до 15 и еще одно очко и Шарой Бэй у нас победила, мало шансов наверное у меня сейчас вырвать у нее победу, я очень долго думал, что может сделать Сидон Этана, но он может попробовать предпринять только наверное одну попытку и кстати и то не ясно и даже урон здесь скорее всего может в какой-то степени ему в этом помочь, в общем но нет, мы вряд ли долетим сейчас в этот ход уже наверное не долетим давайте попробуем активировать двигатель если бы нам выбрать сейчас снова какое-нибудь высокое число на это всего лишь 3 так, мы попробуем конечно наш автобернер использовать что он нам даст а это тоже 3, да что, что будешь делать но здесь просто не везет nothing happens ничего это не добавляет да, вылетаем раз-два-три ну еще один еще одна попытка ну давай 12 2 ну вот это это все раз-два то есть я не успел здесь конечно же долететь и мне нужно было долететь здесь до шары бэй тогда бы я ее попробовал в соответствии с вот этим условием долбануть и надеялся бы так, чтобы у меня был маленький бросок плюс с него бы я отнял из-за того что у меня повреждены бластеры и в результате я бы получил бы тысячу объявили бы очередную тысячу в награду за мою голову это было бы 5 и мы бы получили most wanted то есть мы бы получили дополнительное очко славы 13 и после этого я планировал ее атаковать с этого места чтобы не дать ей в следующий ход получить реликвию ну это был бы хоть какой-то шанс а сейчас мы вообще туда не долетели да, ну что делать что делать ничего не делать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 у нас торговец продолжает лететь по своим делам и сейчас ЛОЭСТИ но у ЛОЭСТИ отставание видите сейчас как увеличилось по сравнению с шарой бэй ему 1, 2, 3, 4, 5 и что выиграет 6 очков сейчас надо славы получить я боюсь что это для него просто нереально сделать за 1 или 2 хода нет, я сидел сидел и не смог честно говоря ничего придумать для Элло ну здесь в принципе вариантов наверное сейчас у него мало можно было бы найти где продать эти 2 куба чтобы получить 1 единицу славы 1 единица славы нам сейчас особо ничего не даст в любом случае я думаю что мы попробуем конечно мы попробуем может быть пройтись вот по вот этим фишкам исследования это как минимум если мы возьмем их 2 это 1 очко уже славы есть дальше может быть мы попробуем открыть какую-нибудь новую локацию выполнить миссию на Лунаре то есть сначала вне восток долбануть потом в Лунаре но я боюсь что мы этого не успеем сделать в любом случае давайте полетаем на его новом гайдоне история-то для Элла не закончится главное ему сейчас не погибнуть а дальше там после этих 15 очков что там будет это это еще неизвестно видите Элла у нас только-только разжился новым крутым своим двигателем поэтому и защиты и кораблем 6 у нас 6 плюс 2 которые у нас есть это значит 8 это у нас максимум и мы попробуем улететь из печи и летим на 1 2 3 4 здесь нам в астероидах нужно будет бросить так у нас остается 2 надо запомнить что вернее нет подождите у нас было 8 мы прилетели 4 у нас остается 4 теперь в астероидах бросаем 17 там все в порядке спасибо зарядке мы получаем очередной киберкуб вопрос конечно куда их девать их девать некуда и у нас еще остается 4 хода 1 2 3 здесь нам нужно сейчас не подорваться больше 3 выбросить 14 не подорвались отлично бум можем получить миссию плюс у нас 2 фишки значит мы получаем с вами победное очко и смотрим какие у нас там 3 миссии может быть у нас будет что-то интересное в миссиях да мы можем взять вот эту вот миссию доставить попробовать эти 3 куба к вратам Самары почему бы и нет тогда у нас 1 куб пойдет сюда а 2 куба пойдут сюда а эти мы выбросим этот сайбер мы просто с вами выбросим в космос и теперь у нас остается еще одно очко движения но нам нужно к вратам Самары с вами это я думаю сделать не сложно одно очко движения сюда раз снова активируем двигатель бросаем наш восьмигранничек которому прибавляем 2 4 это значит у нас 6 раз 2 появляемся в Самаре 3 4 нам же нужно на точку миссии да нам нужно на точку миссии продаем все это дело за 9000 возьмем десяточку и 1000 вернем сдачи и при этом мы с вами получаем очередное очко славы бумс поскольку мы с вами находимся на точке миссии мы можем взять еще 3 миссии посмотреть что там будет там у нас исследование и охота за головами исследование мы конечно можем взять но здесь нам нужно будет в Вортекс 86 отправиться а доставить в крейлер 4 крейлера 4 у нас по моему до сих пор с вами нету нет вру есть у нас крейлер 4 он находится здесь то есть вот у нас крейлер получается вот он крейлер а вот там вот у нас в Вортекс 86 ну давайте оставим ее у себя эту миссию пока пускай будет а там посмотрим но в Вортекс 86 я сейчас лететь не рискну потому что я хочу все-таки попробовать максимальное количество очков как выбить в этот ход это у нас 4 это значит опять 6 мы раз два три четыре пять и шесть мы садимся в килн опять на печь садимся печь у нас перемещается на единицу и мы сели на печь там мы заканчиваем нашу фазу на печи во-первых мы сели на точку миссии то есть мы можем опять взять с вами три миссии посмотреть что-нибудь может быть здесь будет интересное но интересного здесь к сожалению для нас нет ничего однако мы можем с вами продать обменять вот эти 10 тысяч на два очка славы потому что у нас есть такое мы если мы богаты мы можем пять тысяч поменять на очко славы и единственное не можем купить последнее очко славы мы могли бы сейчас конечно поменять корабль себе на корабль третьего уровня но я думаю что это уже ни к чему мы бы получили тогда только одно очко слава и сейчас я хочу максимизировать и мы получаем два раз два за продажу за продажу вернее за обмен наших 10 тысяч и естественно мы можем восстановить всю нашу энергию абсолютно бесплатно потому что мы сидим с вами на килне и на этом ход ЛОСТе заканчивается он видите у нас стал очень успешным торговцем пошел реально по стопам своей семьи заработал кучу бабла даже купил кое-где себе кое-какие звания и регалии за эти деньги не говоря уж о супер навороченном и новомодном корабле я думаю что ЛО у нас стоит очень хорошо и смотрите он даже в свой последний ход обогнал Сидона и Тана если сейчас выиграет у нас Шар-Бэй в свой ход и не дойдет черед до Сидона и Тана то у нас ЛОСТе вообще закончит игру на втором месте Шар-Бэй нужно последнее очко славы и нужно придерживаться естественно своей линии она у нас попробует с вами найти реликвию активируем слабенький импульс кстати здесь мы можем все это дело обновить и мы летим сюда бумс раз и здесь нам нужно попробовать сейчас очень выбросить больше 11 16 замечательно мы подбираем реликвию и загружаем ее на свой кораблик например сюда спокойно мы можем загрузить и теперь нам нужно пару хороших бросков на двигателе на двигателе бросаем с вами Д12 это у нас 9 при этом у нас присадок с вами никаких нет ну и ладно летим раз два три опа два три я думаю что вот так вот четыре пять давайте на четырех мы остановимся не забудем что мы из девяти четыре значит у нас остается пять ходов здесь нам нужно бросить за небьюлу 13 нормально мы прошли у нас остается пять ходов да я думаю что раз два опс и мы слетели три четыре можно даже так пять и мы еще раз воспользуемся двигателем бумс я думаю что этого нам вполне будет достаточно здесь у нас два ровно достаточно для того чтобы раз два прилететь сесть на килл килл у нас переместится четыре раз два три четыре чтобы все было по закону и там на килл мы сможем с вами просеять реликвию и мы просеем ее естественно за одну очко славы поскольку у нас там мобстеры мы должны будем заплатить тысячу что мы сделаем но мы бум-бум-бум-бум-памс и получаем пятнадцатое победное очко славы друзья и это космический статус опасный мародер шарабей у нас побеждает в этой игре но побеждает достаточно видите с небольшим отрывом то есть у нас плотно шли игроки если бы мы продолжили играть до 20 очков ситуация могла бы измениться но друзья я не буду я надеюсь что я и так вас порадовал этим прохождением и думаю что это самое то время остановиться сейчас мы прочитаем победное условие на корабле шарабей посмотрим чем для нее все это дело завершилось ваше имя разнесется эхом по всей галактике рассказы о ваших деяниях никогда не будут забыты неизвестный капитан вышедший из безвестности чтобы занять свое место среди великих следующее поколение будет вдохновлено вашими подвигами вы стали символом среди угнетенных маяком надежды ну друзья мне кажется это просто круто потому что символ угнетенных маяк надежды вышедший из никого это прямо история жизни нашей шары бэй мы все помним как она я даже не буду повторять эту историю уже в третий или в четвертый раз но мы все с вами видели становление ее личности становление ее как капитана одного из самых известных в галактике и в принципе да это все было из ничего она даже не умела летать она даже не планировала стать капитаном она не знала никто и ничто она была самой беззащитной и одной из можно сказать самых угнетенной может быть она угнетенной не была но она чувствовала себя угнетенной потеряв друга поимев неприятности с Сидоном и Танос с законом который ей не помог и так далее в общем я опять начинаю повторять всю эту историю не буду в любом случае я думаю что очень хорошее у нас здесь завершение реально этот кораблик ей подходил поскольку его условия победы совпадают с историей Шары Бэй и я думаю что мы ее все с этим поздравляем ну что же друзья теперь пару слов об этом обновлении естественно это обновление не могло сделать эту игру хуже потому что эта игра уже была для меня по крайней мере очень интересная вот эта вот космическая песочница меня хлебом не корми дай мне в такое поиграть это дополнение добавила больше карт больше полей больше кораблей какие-то там возможные реликвии метеориты и так далее естественно давайте еще больше всего это это то что нужно то есть это добавление в этом плане как и любое другое дополнение любой хорошей игры она наверное только украшает эту игру и естественно я не вижу повода играть без него у меня друзья только одно замечание по этому дополнению о котором я хотел бы поговорить и возможно для вас это будет важно это замечание у меня кроется вот в этой дополнительной колоде которую мы даже с вами не рассматривали пошли на поводу как обычно у людей которые кричали громче всех на гекстартере дайте нам соло вариант и этот соло вариант дали при этом даже у нас есть соло компания в которой возможны апгрейды здесь у нас на этой карте соло сетап представляете целая карта с сетапом и у нас здесь есть поведение NPC и у нас здесь есть куча миссий которые можно объединить в компанию но во-первых компания это без какого-либо сюжета во-вторых эти миссии в компании выбираются не случайным образом а перед каждой компанией мы выбираем себе миссию по вкусу и миссии бывают здесь совершенно разные но абсолютно безвкусные и неинтересные например здесь наша задача с вами выиграть в наш первый ход то есть нам нужно получить 5 очков славы за один ход как только мы это получим за один ход миссия выиграна переходим к следующей миссии в компании что за фигня следующая например да или не следующая это в любом порядке может быть у нас здесь мы должны получить как минимум 5 победных очков с помощью титулов в игре и вообще нам нужно получить 15 то есть мы должны дойти до 15 но 5 из них у нас должно быть за счет титулов и прочее подобное заработать например 7 победных очков используя миссии то есть выиграть на 15 но при этом использовать 7 при этом наши NPC будут зарабатывать очки миссии по очки славы по условиям игры по условиям соло игры очень и очень быстро фактически это все превращается в сначала вы сидите и пытаетесь решить математическую задачу какую из этих миссий вам лучше всего взять учитывая то количество снаряжения тот тип корабля и тот расклад карты который у вас есть потом вы эту миссию выбираете и вы пытаетесь бегом-бегом-бегом ее выполнить чтобы не успели ваши эти автоботы насобирать такое же количество или большее количество победных очков и выиграть это может быть интересно для любителям соло евроигр потому что это фактически игра превращается в какую-то для меня в какую-то евроигру с гонкой и решением непонятных задач я попробовал мне это абсолютно не понравилось то есть я вот беру эти соло-карты я просто их выбрасываю на помойку двойка за этот соло-режим однозначно во всем остальном для этой игры по-прежнему в моем личном рейтинге я не знаю либо 10 из 9 либо 9 из 10 мне игрушка очень нравится я бы даже с удовольствием дальше бы играл до 20 очков но просто ребят вы не представляете сколько уже эта игра у меня лежит на столе просто у меня сейчас нехватка определенная времени у меня здесь я уже два раза этот мат пылесосил он покрывался здесь слоем пыли по-моему уже второй месяц эта игра у меня на столе пора уже реально заканчивать с ней пора уже выложить это видео на ютуб на котором тоже давно видео не было пора уже надеюсь кого-то из вас порадовать интересной историей и отличной игрой берите это дополнение но абсолютно не рассчитывайте на соло-режим соло-режим здесь это откровенная помойка ну что ж друзья всем кто был со мной большущее как всегда спасибо я надеюсь что мы с вами скоро увидимся всем пока Субтитры сделал DimaTorzok